Пепелище на огороде свежее. Пару дней назад здесь сожгли зараженное сибирской язвой мясо. Инфекцию обнаружили у свиноматки, которую зарезали в прошлую субботу. Животному было 7 лет. Она уже не гуляла, то есть по возрасту, и мы её забили. Как всегда, она свежена, поджарили, поели всё. Мясо было шикарное. Александр рассказывает, свинья вела себя нормально. После забоя никаких признаков болезни мужчина не заметил. Большую часть мяса продал и раздал соседям. Все органы были хорошие. Печёнка, лёгкая, то есть лимфоузлы были, всё в допуске. Была увеличена селезёнка, и я просто для себя решил отвезти в ветслужбу. Результаты анализов показались. Свиноматка была заражена сибирской язвой. Последний раз этот вирус в Чугуеве находили почти 20 лет назад. Под смертельной угрозой оказались люди. У нас было вылучено 119 килограмм мяса и сала, которые находились у 17 людей. Основное распространение было соседей и друзья властника данного животного и у его дочери в городе Харьков. Дезинфекцию проводили сутки. Специалисты проверяли всех членов потерпевшей семьи и людей, которые купили зараженное мясо. Местная жительница Антонина говорит, у неё забрали борщ просто с плиты. Мясо 2 кг забрали, а не 2 кг. А у борщей, ребрышки были, прямо с борщом туда понесли и спалили. Под наблюдением медиков сейчас 17 человек. Участковый доктор приходит к ним по несколько раз в день. Инкубационный период у сибирской язвы 2-3 дня, но не больше недели. Первый признак вируса – лихорадка. Смертность зависит от типа болезни. Если пострадала кожа, умирает каждый пятый. Если болезнь поразила лёгкие, выживают единицы. В основном поражается, что лёгкие, кишечник, кожа. Вначале вместо внедрения палочки сибири язвенной появляется типа фурункула, карбункула. Пока ни у кого из местных жителей признаков смертельной болезни не обнаружили. На хозяина больной свиньи люди не обижаются. Только говорят, жаль потраченных денег. Килограмм 4 мяса и печёнку брали. Забрали и денег теперь нам никто не вернёт. Землю, на которой держали животные, специалисты обработали химикатами на глубину 30 сантиметров. Кроме свиньи, во дворе живут две собаки. Симптомов вируса у них нет. Соседским животным ветеринары сделали прививки. У нас всё проверялось, ведь лечебница была, всё, прививки сделали, всё. Откуда они не знают, а как проявляется, я спросила, рассказали. Как сибирская язва попала в чугуев, ветеринары точно сказать не могут. Специалисты отобрали образцы почвы и кормов. Результаты будут готовы через 10 дней. Ската могильников на территории Чугуевского района официальных сибироязвенных захоронений не числится по всей документации. Поэтому идеология невыгодна. Властник мог из других регионов завозить корма, которые могли находиться возле ската могильников. К владельцу свиньи у ветеринаров претензий нет. Говорят, хоть и не сразу, но привёз на анализы подозрительное мясо. Сам Александр Гребенчук обещает со временем вернуть людям деньги за купленное мясо. Присматривать за людьми и животными медики будут ещё неделю. Карантина в чугуеве нет. Но эпидемиологи предупреждают об опасности покупки продуктов на стихийных рынках. Ирина Антонюк, Дмитрий Белоконь, Объектив неделя.